В Америке сейчас, конечно же, страшно жить. Американцы боятся, что могут умереть от этой болезни, или что дорогие им люди могут умереть, или что катастрофа может навсегда покалечить страну, в которой они выросли. Это момент ужаса, и в этот момент нам нужна мудрость и стойкое руководство со стороны наших лидеров. Нам нужен альтруизм, нужно, чтобы они больше заботились о вас, чем о себе. Но в Конгрессе так не делают. Некоторые члены Конгресса в первую очередь озабочены тем, как бы спасти собственный инвестиционный портфель, или сделать тупые узкопартийные заявления, или предаться своим гаденьким идеологическим навязчивым идеям. Хотите знать, почему Конгресс еще не принял законопроект, привязанный помочь стране пережить это? Сегодня обнародованы подробности плана демократов. Огромная часть предложения не имеет ничего общего с противодействием пандемии, от которой мы страдаем. Прочтите, и вы найдете отвратительные подачки маленьким группам интересов, добавленные туда лоббистами. Что еще хуже, законопроект пропитан жестоким мракобесием политики, основанной на групповой принадлежности. В то время как Америка так отчаянно нуждается в сплоченности, демократы не отказываются от намерения расколоть эту страну на воюющие племена. Сегодня, когда Нэнси Полоси спросили о законопроекте, она возложила ответственность на Папу Римского. В минувший четверг Папа Франциск предложил миру эту молитву. Просвети тех, кто в ответе за общее благо, чтобы они могли знать, как заботиться о тех, кто вверен их попечению. Сегодня демократы в Палате представителей представляют акты попечения над рабочими и семьями. Законопроект, берущий под попечение здоровье, заработок и благополучие американских рабочих. Республиканский законопроект в Сенате ставил на первое место корпорации, но из-за настойчивости лидера Чака Шумера и демократов в Сенате был достигнут прогресс. Даже по вашингтонским стандартам это беспрецедентное бесстыдство. Цитировать Папу Римского. Коронавирусный законопроект Святой Нэнси в данный момент насчитывает более 1400 страниц. И не из-за того, что это тонко выверенное решение, которое поможет стране пережить это бедствие. Нет. Демократы напичкали его совершенно посторонними политическими приоритетами. Политика, основанная на групповой принадлежности, разжигании расовой розни, как обычно, глобальное потепление, открытые границы. Вам стоит его прочесть. Вот лишь часть того, что вы найдете. Законопроект потребует от каждой корпорации, получившей помощь в связи с коронавирусом, иметь специальных сотрудников и бюджет для инициатив по многообразию и инклюзивности на протяжении как минимум пяти лет с момента получения денег. Потому что это же обеспечит Америке здоровье и процветание, как обеспечивало до сих пор. Больше буквоедов будут удостоверяться того ли вы цвета, прежде чем примут вас на работу. Компаниям также придется представлять государству подробные расовые доклады с указанием пола и цвета кожи членов правления. Придется доказывать, что ты даешь достаточно денег фирмам, принадлежащим женщинам и небелым. И, конечно же, отчитываться в расходах на инициативы по многообразию. В целом, в этом законопроекте слово «многообразный» и «многообразие» упоминается более 60 раз. Как это связано с пандемией, от которой вы можете погибнуть? Абсолютно никак. Просто еще больше уродливой расовой политики. По мнению демократов, это сейчас гораздо важнее. Дальше хуже. Законопроект выделяет 300 миллионов долларов на создание рабочих мест для экспертов, которые бы управляли подготовкой и реагированием на коронавирус. Это критически важная работа. Но вместо того, чтобы во время чрезвычайной ситуации общенационального масштаба искать самых квалифицированных людей, а это единственный критерий, который сейчас вообще должен иметь значение, законопроект предписывает набирать сотрудников по признаку расы и инвалидности. Это безумие. Опасное безумие. Кому какое дело до цвета кожи ваших ученых? КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры создавал DimaTorzok